друзья всем привет с вами санек в общем такое не запланированное видео опять про полуоси кто-то скажет задолбал ты своими полуосями ну друзья не забывайте вы находитесь у меня на канале поэтому здесь я буду показывать то что считаю нужным это что мне интересно интересно это вам или нет это уже сами решаете можете прямо сейчас сделать выкл а те кто кому интересно сейчас покажу и расскажу историю про эти полуоси где они стоят как работают и почему их вот так вот ломает хор и ля ля по анализ слушать очень интересную историю друзья история такая человек при приезжать человек вчера созвонились приехал рид сани мне надо сделать укоротить полуоси вот эти вот две это целые бушные жигулевские полуось эти старые те привезу у меня горит их на тракторе ломает поскольку поменял это вот я вижу только три но по шлицам я вижу что их было 4 вот нету сама вот этой можно так сказать ступицы флянца да с этой страны почему-то нету скорее всего было 4 сломано сейчас как я понял стоит на тракторе 2 на заднем мосту трактор классика полноприводный то есть стоит еще передний ведущий мост который тоже ломает полуоси вчера я одну один привод человеку сделал из целой из целого привода вот он его забрал и увез остальное сейчас этим буду заниматься я уже спокойно без спешки без суеты укорочу и отправлю человеку уже говорится по адресу вот история такая ломает полуоси что делать как быть верну не надо хотя бы посмотреть и понять что к чему и почему я себя специалистом там по укорачиванию там по свариванию там не считаю абсолютно но тем не менее очень много видео где народ делает делает по разному по всякому и на любой вкус и цвет до нарезают шлицы просверли отрезают просверливают запрессовывают что только не делают я укорачиваю путем путем зарезания это уже сто раз показывал поэтому в этом видео готовых не будет просто вот показываю как есть путем зарезания сваривания потом нагрев место сварки идет проковка потом на наковальне по горячему так сказать снимается внутреннее напряжение она остывает и довольно таки неплохо работает здесь значит исполнено было все очень по-простому я бы сказал по быстренькому друзья как бы показать короче сейчас чуть возьму подложу снимаю все одним дублем друзья здесь исполнено все по-простому то есть вырезается какой-то кусок ненужный до укорачивается полуось вырезал за кусок вот жоп как жопки было все поставлено и сверху просто обварено просто напросто обварили здесь не делали не зубило грубо говоря да как тоже некоторые делают но там шансов то побольше сварка все таки идет в корень и так далее там подобное здесь сделали вот так обварили и досвидос я так думаю что это полуось изначально стояла и сломала ее наверно самую первую потом решили сделать а кстати забыл самый главный момент трахторок у человека повторюсь классика полноприводная он его сам не делал много купил ему его продали уже с такими вот одним из вариантов до укорачивания полоси вот он купил а теперь мучается так ну понятно дело сломалась потом решили это дело усилить то есть взяли кусок трубы также я укоротили вырезали ненужное да потом ставили в трубу полуоси про жопка к жопке и также обварили как есть там раковина прям туда вовнутрь здесь обварили что там говорить мощно обварили ну мощь тоже не помогла почему я решил что там жопка к жопке да потому что вот она другая полуось трубень так это дело выглядит так вот ее тоже развернула как бумагу не помогло усиление этот привод тоже видно что здесь была труба здесь тоже пилили там не знаю пытались снять тоже ее развернула как бумагу здесь пытались распилить кольцо снять ну как тут ее снимешь чтобы заменить подшипник подшипник сепаратор рассыпался но чтобы поменять подшипник это нужно как минимум отрезать этот кусок трубы поменять подшипник и потом еще раз его сварить решение так себе да ну и в итоге когда тут разрезали это срезали место под подшипник болгарочкой в общем можно сказать убили этим самым вот этот вот эту часть полуоси хотя ее можно было восстановить так сказать да эти еще мы укоротим на нужный размер история на этом не заканчивается самое интересное впереди две полоси но и ну как новенькие бушные да но целые вот от них я возьму нужный мне размер я рассказываю план действий как будет у меня здесь за трубой зарезаю даже больше чем по 45 по 45 я не вижу я режу больше здесь зарезаю вымеряю сколько мне надо отрезаю от этой полуоси и вариваю сюда также аналогичное на эту флянец вот будет нужный размер нагреваю проковываю выравниваю после этого она этих оставшиеся части запросто подойдут вот эти вот эти вот эти вот и потому что здесь мы кусок вырезать этот будем него такой вот такой то есть тут выбрать есть еще получится 2 и 2 4 штуки вот как-то так ладно с полосями разобрались передний ведущий мост друзья привод с переднеприводного авто а точнее его половинка природа почему говорю половинка почему не целый ну потому что вот она эта часть и как вы могли уже догадаться эта часть с полоси то есть поженили полуось заднеприводную точнее заднего моста и полуось привода с переднего приводного автомобиля то есть из двух так частей вот это как я понял по рассказу это не труба не втулка это сварка вот здесь наварили вот так вот сваркой потом вставили на станок и все это дело друзья проточили будут где-то 4 сантиметра тела горит меня масло течет с переднего моста out из под подшипник ты верю конечно она будет течь потому что вот тут сидит подшипник и до сальника сальник стоит где-то вот здесь до сальника вот эта штука потому что тут нету даже здесь вот она и забита но тем не менее вот тут нету не видно где касался сальник да то есть нет вот этой выработки самого рабочего места сальник стоит где-то вот здесь минимум должно быть 6 сантиметров вот так здесь 4 то есть ну не доварили не доточили не доделали еще два сантиметра чтобы было все хорошо нигде ничего не текло не бежала вот так вот бывает друзья в общем сделал человеку из цельного привода забрал уехал ладно с этим разберемся история такая тракторок человек значит тракторок заказал чтобы мы его сделали ему его сделали ну то есть вот он может сказать половиной трактор ему его сделали за это он заплатил деньги день человек заплатил полностью сколько ему сказали сумма там я вам скажу не кисло тракторок я так понял с гидравликой спереди стоит еще кун классический на переднем ведущим мосту стоят оковские колеса на заднем мосту стоят я так понял по крайней мере диски с нивы но резина там какая-то сельхоз мельхоз не знаю подходящая пола по диску да сколько там на 16 но сколько там протектора я тоже неизвестно редуктор стоит на переднем ведущим мосту как я понял 0 6 сзади на заднем мосту мосты оба жигулевские на заднем мосту 0 1 раздатка и все дела я спрашиваю а есть накат у трактора просто тут накат че горит нету наката накат отсутствует напрочь даже если мне кажется вот так сбора поставить на нейтрал очку то скорее всего он тоже не покатится говорит задние колеса при движении начинает прокручиваются то есть они обгоняют обгоняют передние колеса редуктора по своими передаточными числами да у них нет синхрона они друг другу дают сопротивление и ты так понял сопротивление не кислое так как имеется кун когда он набирает там сколько-то там килограмм пускай там 200 до 250 в ковш то нагрузка идет вот сюда просто неимоверное из-за того что идут несов подушки конечно и будет ломать мосты должны помогать друг другу но это мне так кажется это возможно я ошибаюсь должен быть синхрон при движении это я не знаю возможно кто-то поправит меня но мне кажется что должен быть все таки синхрон и мосты должны друг другу помогать если забуксовала грубо говоря до задний мост то передний должен вытащить также аналогично и спереди да если мост передний забуксовал то заднего должен подтолкнуть чтоб он поехал но никак не наоборот ну никак не наоборот не должен задний мост бежать впереди куна здесь и так нагрузки идут из-за того что мы влазим уже вот сюда да не неважно как нарезаем шлицы там просверливаем свариваем еще как-то укорачиваем если так нагрузки не кислые вот эта функция торсиона уже пропадает на скручивание так еще и добавляется сопротивление еще и еще подталкивая вот к этому всему ну вот как то так мое мнение друзья такое возможно я сейчас скажу бред ну я бы на в таком случае понятное дело да что уже как бы трактор о ком же два года назад забрал его и два года вот эти вот вещи постоянно я так понял туда внедряет я бы на своем месте да если бы у меня была такая проблема я бы забил на вот эту вот эстетику большие колеса маленькие колеса тогда этом подобное я бы взял если нет возможности на передок поставить там 13 резину да ну мало ли может вы ворот там будет другу может еще давно пускай там аковский старик снять тупо снять эту него вскую него вский диски поставить такие же на 12 колеса назад поставить одинаковые редуктора и работать этим погрузчиком или трах-трахом да нормально если нет возможности другой да как-то засинхронить их я не знаю как вот народ делает берет за это деньги я вот я вот сижу я до сих пор не отбивают дупля нереально я смотрю на это все за полуоси и общение я просто вот за вот исполнение самого аппарата ну как так как так это же надо было посчитать точно было взять бумажку листочек ручку там калькулятор до замерить там несколько этом сделать замеров и все это дело как-то подогнать на бумаге потом уже реализовать я не знаю поэтому поделился такой историей возможно и не нужно никому но тем не менее она вот у меня сейчас в мастерской я просто в шоке вам друзья всем пока с вами был санек такая вот интересная история но это мы исправим чтобы была возможность менять подшипники но их будет также крутить вертеть сломать пока низ про не засинхронятся оба моста вот как то так ладно всем пока с вами был санек скоро увидимся